здравствуйте уважаемые слушатели и гости канала эзотерика для тебя друзья у нас сегодня видео достаточно интересное почему потому что к нам на электронную почту за последние три дня пришли приходили письма с одним вопросом зачем сейчас люди скупают туалетную бумагу зачем они это делают мы решили вместе разобраться и поговорить на эту тему более детальнее вы знаете любые происходящее в мире чрезвычайной ситуации опасно не только сами по себе но и последствиями паники подвергаясь паническому настрою особо впечатлительные люди склонны совершать неадекватные абсурдные поступки и вы знаете это происходит на уровне подсознания и может овладевать даже здравомыслящими в обычное время людьми и нештатная ситуация выбивает их из привычной колеи и заставляет вести себя необдуманно ситуация с распространением новой чумы сеет панику среди населения и захватывая все новые и новые города и страны и вы знаете смотря на видеоролики которые показывают в сша можно наблюдать что как как народ как люди вместе все сходят с ума что попасть супермаркет они занимают километровые очереди а попадая в магазин сметает все имеющиеся на полках кажется где сша где европа и где мы но вы знаете у нас в россии начинает происходить тоже нечто подобное и человек находясь состоянии страха закупает в магазине на всякий случай больше продуктов чем их чем им требуется и на это их толкает не только испытываемый ужас но и инстинкт самосохранения помимо продуктов питания большим спросом начинают пользоваться антибактериальные салфетки маски медицинские и каким-то образом список это этих действительно необходимых средств защиты почему-то попало и вот обычная туалетная бумага и можно наблюдать сотни и даже тысячи видеороликов записями о том как люди скупают туалетную бумагу целыми упаковками и возможно вы сами находясь в крупных городах супермаркетах это замечали и вот возникает вопрос как такая туалетная бумага поможет защититься в сложившиеся условия наш ответ никак вы знаете туалетная бумага не спасет ответ от ни от какого вируса и не предотвратит его распространение но все же почему же тогда в туалетная бумага находится в списке самых первых необходимо важных покупок у людей знаете именно ажиотаж который создан вокруг простой бумаги демонстрирует нам уровень той самой паники который овладе овладел людьми в этот момент разум к сожалению затмевается стадным инстинктом один купил упаковку туалетной бумаги другой сразу же купил 2 и 3 вслед за ними и как итог весь город закупается тем что на самом деле ему просто не нужно да еще и в таком количестве поэтому уважаемые наши слушатели канала наши гости канала нельзя поддаваться панике запомните паника плохой советчик в любых делах в этот момент сейчас нужно стараться сохранить разумное и адекватное отношение к сложившейся ситуации вот эта болячка дам довольно опасное и заразное заболевание но это не повод терять рассудок и исходить с ума нужно направить свои силы и свое время на соблюдение правил личной гигиены и сокращение тактильных контактов то есть недаром нам врачи все пишут и говорят моим руки пришли с улицы моим руки вышли на улицу что-то взяли пришли дому опять же помыли руки четкое соблюдение таких простых но важных правил в разы снизит возможность заражения этой болячкой и защитит вас и ваших близких запомните спокойствие и трезвый ум это очень важно поэтому в россии только начинается вот такая называемая паника до москве следующей неделе объявили днем карантина попросили с мэра города москвы себя не попросил людей не выходить но опять же наш человек не понимает возможно кто-то говорит это все ерунда это шутка это просто тут и пытается делать бизнес и так далее так далее хорошо вам дали время на целую неделю приведите и лучше его дома не нужно бежать и закупаться туалетной бумагой непонятно для чего для каких целей кроме того каждый из нас сам создает ажиотаж если вы раньше никогда не ели гречку или вашей семье не принято есть греть гречку да зачем вы ее покупаете или вы никогда например в дома не кушаете картошку или рис или возможно какие-то другие крупы зачем вы покупаете ли или кто-то стремится покупать консервы и желательно не допустим камни рыбные как рыбные консервы начинают покупатели еще какие-то другие при этом человек это никогда раньше не ел не спешите не нужно паниковать вы должны понять что таким образом как только вы начинаете паниковать вы эгрегор если мы грим на энергетическом уровне да вы эгрегору панике начинаете давать свою энергию и эта паника начинает разрастаться и вот каждый человек паникует переживает говорит по телефону сто тысяч раз об этом а я и какой кошмар слушает новости отключите телевизор эти новости потому что не надо паниковать все у нас прекрасно кроме того мы подготовили еще очень интересное видео касательно поддержание иммунной системы что вам нужно сейчас я поэтому обязательно посмотрите следующий ролик не лис или он будет через ролик касательно иммунной системе как как нужно сейчас в это время питаться вышел если вы обратили внимание и уже врачи дают заключение что у кого происходит это болячка у тех у кого ослаблена иммунная система поэтому прямо сейчас думайте о том как поднимать свою иммунку это очень важно кроме того одном из ролик а мы более детально поговорим об этой болячки когда она вообще появилась в мире в мире или таких целей она вообще была создана когда вы узнаете для каких целей она изначально была создана вы будете очень удивлены то есть эти бактерии бактерии эти были созданы вообще для пожирания нефти представляете и были разработаны для мексиканского залива представляете И сейчас, сейчас то, что нам рассказывают, это не то, что в реальности есть. Поэтому мы подготовим видео еще на эту тему и разъясним вам по полочкам, как что происходило и как что будет происходить. Поэтому обязательно время от времени заходите на канал и смотрите видео на нашем канале. Друзья, давайте не паниковать. У нас есть время халявы, отдыха, подумать о своей жизни. Помним, что мы не биороботы, мы умные люди. Мы хотим развиваться, мы хотим двигаться вперед. И все в наших, как говорится, мощных руках. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя, друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, ставьте лайк под видео. Вы таким образом оплачиваете наш труд, нам очень приятно, друзья. Ну, а мы с вами уже услышимся в следующем видео. Будьте нам здоровы и удачливы. Пока-пока.